Компанию быть главным, потом стать миноритарным акционером. Как это принять, как перестать быть главным? Мне кажется, человек должен быть главным прежде всего в отношении себя. Я в этом смысле плохой SEO, потому что я SEO, который не хочет быть SEO. Стоимость вашего пакета акций превышает 22 миллиона долларов. У меня к вам вопрос. Почему так любят журналисты спрашивать про деньги? Я вам объясню. Единственный урок, который надо всем усвоить, не надо читать истории успеха и пытаться на них учиться. Шесть советов Павла Дурова, как оставаться молодым. Это, по-моему, полная чушь. Есть ли Бог, например? Есть? Нет. Если человек не сомневается, это признак, что, скорее всего, он идиот. Соотношение корейского и русского у вас как бы вы разделили? В культурном смысле абсолютно русский. В чем смысл вашей жизни? Я не вижу никакого смысла в своей жизни. Я просто живу. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Чебыкина. И вы на канале «Не принято обсуждать. Не принято обсуждать». Это интервью для тех, кто соскучился по искренности. Подписывайтесь на канал, если вдруг вы еще этого не сделали. И интереснейший разговор сегодня с Борисом Кимом. Борис Ким – это SEO группы Kiwi. С удовольствием скажу, что Kiwi – один из ведущих провайдеров платежных и финансовых систем нового поколения в России и странах СНГ. В общем, чтобы вас впечатлить и для общего развития слева от меня. Сейчас появятся некоторые вполне впечатляющие цифры, которые характеризуют эту компанию. Цифры эти нужны вам еще и для того, чтобы представить масштаб деятельности Бориса, чтобы понимать, с какими категориями он имеет дело. Я даже взяла себе шпаргалочку, потому что огромное количество мыслей записала их на листочек, чтобы не сбиться, потому что это очень многогранный разговор. Такой же многогранный, как, собственно, сам герой. С одной стороны, естественно, это бизнес, беседа с человеком, который работает в большой прогрессивной компании, которая является ее основателем. Компания имеет богатейшую бизнес-историю. Естественно, об этом пойдет речь. Конечно, мы некий анализ добавили в эту беседу вообще о том, что такое был 20-й год для бизнеса вообще и для Kiwi в частности. Безусловно, это будет разговор философский, потому что одно из, внимание, пяти высших фундаментальных образований Бориса философское. И это был венец его образовательной личной пирамиды. Почему философия? Какие вопросы заставили его обратиться к этому образованию? Какие ответы он там нашел? В общем, это философская беседа в полном смысле этого слова. Также это беседа с успешным родителем. Человек, который пять образований получил, у которого есть взрослая дочь, которая уже приняла ряд важных для своего будущего решений. В общем, говорим с Борисом как с отцом, как с родителем. Человек, который помог сделать выбор или не мешал его сделать. Какое значение имеет личный пример? Какое значение в воспитании имеют уговоры, нотации и тому подобное? В общем, тоже эту тему интересно было обсудить. Вообще, изначально, я признаюсь и про это говорю в интервью, я хотела, ну, какую-то центральную тему же нужно задать, чтобы всем было понятно, зрителям, чтобы вас сразу сориентировать, чтобы на скрине, на картинке, да, к выпуску что-то такое понятное, емкое написать. Одна главная мысль. И я хотела сделать, простите меня за попсовую такую идею, типа богатый человек с человеческим лицом. Потому что я много смотрела интервью Бориса, личность его мне очень была интересна на протяжении последних там нескольких лет. Я напекалась на разные публикации, видеоинтервью с ним и прям хотела записать беседу. Но когда стала готовиться, а тем более в процессе самого разговора, поняла, что это будет гораздо шире, и деньги это банально избито, и далеко не самое интересное, поэтому получилась такая сферическая, очень объемная беседа. И главная мысль, она вообще не про деньги, главная мысль про роль главного. Борис очень смело и неожиданно для многих, и для меня в том числе, сказал о том, что быть главным в компании, вообще у него такой амбиции и нет. У него есть амбиция быть главным в собственной жизни. Как это емко, как это круто, как это коротко и ясно, кристально чисто и привлекательно. В общем, про эту свою важную идею он тоже много говорит в интервью. Я думаю, что она многим людям будет полезна. А еще сразу хочу извиниться. Вы мне не пишите, что Ольга, не надо оправдываться. Я не оправдываюсь. Я, наверное, хочу прояснить наши с вами отношения. Вы знаете, что для меня это важно. Там в средине беседы, когда Борис подзуживает меня, мол, почему журналисты все время интересуются деньгами, я ему объясняю очень понятную, белыми нитками шитую примитивную схему, что про деньги всем интересно, испокон веков было. И не Юрий Дудь начал эту тенденцию, а вообще всем всегда было интересно про деньги. Это такой вообще человеческий интерес. Я бы даже не сказала, что низменный. Вполне себе нормальный. И поэтому разговор про деньги это для привлечения внимания. Такой маячок. А дальше мы уже можем углубляться и разворачивать ситуацию. Вот, это я объясняю. Но почему захотела дополнительно на этом сакцентировать внимание? Потому что может показаться, что я вас считаю глупее, чем вы есть на самом деле. Ни в коем случае. Те люди, которые без хайпа, без желтых заголовков, без дополнительных стимулов к кликанью смотрят мои интервью, с вами все понятно. Вы смотрите, потому что вам это важно, вам это нравится. Я говорю про широкую аудиторию. Может быть, им будет понятнее и интереснее сказать, Борис сверхбогатый человек, послушайте его. Может быть, не про деньги, а про что-то другое, вы подчеркнете для себя нужную и интересную информацию. Вот такая была моя логика. Приятного просмотра и всегда благодарна за ваши комментарии.